Девушки отдыхают Они обнаружили, что есть два способа увеличить урожайность Первое, можно вносить в землю органический продукт Ну то есть побочный продукт жизнедеятельности крупного и мелкого рогатого скота То есть вот этот навоз, от него все хорошо растет Еще что знали люди опять-таки с незапамятных времен Что вот этот конкретный куст, на котором растет наш любимый помидор Кроме нас еще и хотят есть всякие жучки и червячки Если мы ручками будем собирать этих червячков, то есть механически их удалять То скорее всего урожай у нас будет больше Таким образом у нас есть два способа повысить урожайность Органические вещества, навоз и механическая уборка вредителей Ну в общем по мере того, как нас становилось все больше и больше И нас уже скоро будет 10 миллиардов на земле В общем к нам уже мало еды И поэтому современное сельское хозяйство дошло до того, что придумало Огромное количество самых разнообразных удобрений Удобрения позволяют получать огромные урожаи, но в то же время они истощают почву А избыток удобрений делает продукты опасными Теперь несколько слов про пестициды Сейчас это конкретные вещества, которые убивают вредителей и мешают расти сорнякам На сегодня таких веществ около 5 тысяч Есть кстати некоторые абсолютно безопасные Это аналоги тем, которые используются для борьбы с вшами у людей Но они и очень дорогие То есть если вот этими средствами от вшей поливать поле с пшеницей То цена этой пшеницы будет такая, что лучше вообще хлеб не есть никогда Вот на это я прошу обратить внимание Тем не менее Вот услышьте теперь меня внимательно Теоретически Вот хотелось бы конечно, чтобы эта теория имела реальное воплощение в жизнь Все мы с вами не имеем никакой реальной возможности контролировать вот это все Вот контролировать количество удобрений и пестицидов в продуктах, которые мы покупаем Но опять-таки теоретически все так придумано, что государство создает особые структуры, которые призваны нас защищать То есть полиция защищает нас от бандитов, наши границы защищает армия А есть структуры, которые защищают наше здоровье Которые должны контролировать содержание в продукции сельского хозяйства удобрений и пестицидов То есть у каждого производителя должна быть справка, по крайней мере Так вот у той бабушки, которая торгует огурцами на рынке, такой справки нет Поэтому старайтесь все-таки покупать то, что имеет цивилизованную упаковку Потому что все, что имеет упаковку, обязательно проходит сертификацию Да, мы можем согласиться с тем, что все можно купить И сертификат в том числе Мы надеемся, что это скоро кончится и нельзя будет купить сертификат, если он не соответствует действительности Мы все на это надеемся и с этим борется не только мы, но и государство Но, по крайней мере, покупая упаковку с морковкой и с наклейкой и сертификатом Мы увеличиваем свои шансы не отравиться Это раз Второе, на что я хотел бы еще обратить ваше внимание Как это неудивительно Из-за пестицидов особую опасность представляет собой рыба из пруда Ну, потому что после дождя пестициды массово текут куда? Поэтому серьезные рыбные хозяйства обязательно защищают пруды Обязательно обеспечивают качество И на это тоже надо обращать внимание Еще раз прошу В свете опасности удобрений и пестицидов, о которых каждый из нас думает Не включаться в борьбу с ГМО-продуктами Одно из главных предназначений ГМО-продуктов Защитить нас от избыточных удобрений и пестицидов И еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание Если вы съели какой-нибудь не очень удачный йогурт И после этого с вами переключилась кишечная инфекция То об этом, скорее всего, узнают все Потому что вы попадете в больницу Будет расследование И как вообще с этим йогуртом вот это все переключилось Как правило, если мы что-то поели Ну, казалось бы, обычный продукт с рынка И возникла какая-то непонятная реакция Ну, в виде там рвоты или сыпи А мы и раньше много раз этот продукт ели без проблем То связана она чаще всего именно с этим С избытком удобрений или пестицидов Но мы, как правило, никуда в такой ситуации не обращаемся Поэтому не стесняйтесь информировать врачей О том, что после употребления конкретной продукции Сельского хозяйства возникли проблемы Ну и опять-таки помните о том, что, как правило, все-таки Все эти пестициды не проникают вглубь продуктов И тщательное мытье позволяет избавиться от пестицидов По крайней мере, уж продукты, предназначенные для детей Мыть надо хорошо Сделали правильные выводы Будьте осторожны и бдительны Приятного вам аппетита Мы встретимся совсем скоро Всего вам доброго Субтитры создавал DimaTorzok